Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях мой пациент Евгений. Здравствуйте. В общем-то, затронем кучу интересных тем. Я думаю, мы на блоке договорились разбить. Есть ряд вопросов. Я наблюдаюсь у Сергея уже давно. Вместе мы троим мое тело и худели, и набирали мышечную массу. И вот у меня сегодня есть вопрос. Сергей, мы регулярно проводим анализы и сталкиваемся с такими показателями, как низкий, как называется эта штука, лютенизирующий гормон и фолликулс. Да, снижение ЛГ и ФСГ. Лютенизирующего и фолликулс, смолирующего гормона. Почему ты никогда мне не рекомендуешь применять гонадотропин? И почему при изменении дегидротестостерона ты также мне его не рекомендуешь? Я его давным-давно купил, и вот он уже у меня целый год лежит. Я все в надежде, что когда-то я достану эти патроны, но я так и до сих пор ими не воспользовался. Ну, начнем с интересного. Ну, например, начнем с того, какой концентрации ты купил. Какую концентрацию у тебя получилось взять гонадотропин? Полторы тысячи. Полторы тысячи. Ну, полторы тысячи, дорогие друзья, это еще более-менее меняемая концентрация. Чаще сейчас вот пациенты покупают пять тысяч. Это основная проблема гонадотропина, что, ну, как бы в высокой дозировке он продается. И вам такое не надо, в общем-то, пятитысячное. Соответственно, то, что мы обсуждали недавно в выпуске тоже с Андреем Шокином, кому интересно, соответственно, можете посмотреть. Это как альтернативное мнение, соответственно, чемпиона мира по бодибилдингу. То есть есть несколько проблем с гонадотропином. Это либо высокие дозировки, если как у тебя дозировки оптимальные, то все равно это, на мой взгляд, очень часто получается. Мы же говорим о том, что мы стимулируем на курсе, да? Вопрос в том, что на курсе, почему мы не стимулируем. Это частая, соответственно, стимуляция гипофиза, в том числе турецкого седла, на мой взгляд. И получается, что мы можем вызвать атрофию турецкого седла, если будем такими приключениями увлекаться, с одной стороны. С другой стороны, да, как бы можно было бы там, допустим, колоть, как это вот мы обсуждали недавно, ну, типа раз в неделю, вот, периодически. Но здесь вопрос всегда стоит длинные курса, вот. И здесь вопрос стоит качество вот этой стимуляции гипофиза, да? Если по старинке, допустим, мы бы с тобой были в 90-х, находились, у нас бы ничего не было, то, может быть, это было бы оправдано ввести эти полторы тысячи, как застимулировать там все. Но сейчас мы можем использовать, мы даже, по-моему, с тобой использовали бурселин, да? Или еще не дошли, не дошли еще. Вот, значит, бурселин – это, в принципе, тоже гонадотропин, вот, только синтетический. Ну, я все вот людям обещаю, обещаю, что выложу исследование, вот. Но это гораздо дольше делать, чем просто увидеться с тобой, потому что, ну, нужно найти качественное исследование, опять же, там, с выборкой людей и так далее. Поэтому пока все еще не получаются, руки не доходят. Но смысл какой? Мы берем бурселин. Во-первых, мы его можем развести, так как мы его берем в назальных каплях, мы его можем развести той концентрацией, которой нужно. При желании, опять же, сейчас формулу я вам на память, конечно, не вытащу, но при желании можно пересчитать его даже на гонадотропин. В чем суть? То есть ты не сможешь в течение, там, ну, как, ну, может, теоретически, но вряд ли у тебя практически получится в течение дня колоть по одной единичке гонадотропина 3-4 раза в день. Вот. Это замороч. Ну, просто замороч огромный. В теории мы можем взять такого идеального пациента, который там будет где-то в больнице находиться и расти, но на практике как бы будем реалистами, мы все работаем, еще дети там у многих и так далее. Ну, то есть колоть 4 раза в день по чуть-чуть, это очень тяжело. Ну, капать капли в нос, я думаю, реально 3-4 раза в день. Ну, реально, да. Ну, я слышал про бруссилен, что у него есть какая-то очень жесткая побочка. Если что-то сделать не так, то там можно и в тот мир отойти. Нет, ну, не совсем в тот мир, это надо прям, ну, ну, во-первых, это надо взять, тут, конечно, может случиться очень резко вот это вот изменение гипофизарных гормонов, но здесь тот же эффект, как и у гонадотропина, когда люди начинают слетить тысячи единиц. Были случаи, вот мне описывали, например, приходили уже лечиться, они там 5 тысяч единиц кололи прям в течение, ну, каждый день там, потом на 10 переходили. Кто-то что-то тоже, так сказать, надо. Тут то же самое, если не развести, все, что угодно может быть, как и с любым препаратом, любой препарат, который вы съедите ведро, эффектов хороших. Я правильно понял, что гонадотропин – это небезопасно? Вообще гонадотропные гормоны и любые предшественники гонадотропных гормонов – это небезопасно в целом, дорогие друзья. Поэтому дозировку надо рассчитывать. Если речь о бурселине, надо обязательно разводить, потому что изначально бурселин придуман для остановки деятельности гипофиза, то есть мы слишком сильно по нему шарапливаем. Хорошо, тогда у меня вопрос, а за счет чего мы стимулируем ЛГ и ФСГ в моем случае? За счет? Ну, бурселин – это, по сути, синтетический… Нет, но мы его не применяли. У нас же… Я вот применяю там Достерит, еще какие-то, Солфальмета. Да, на курсе. На курсе, да. Да, все правильно. Дело в том, что мы рассматриваем условно длительный курс, когда у нас идет где-то от четырех месяцев. На самом деле, вот, не дал соврать ни чемпион мира, ни, соответственно, там я снимал, ну, суперскачками, которые там в выпуске вообще анализы особо не сдают, там, ну, только вход-выход там и прочее. И вот там, опять же, ну, уже огромный мой клинический опыт. Опять же, исследований этих никто не даст официальных, поэтому могу только приводить пример людей, с кем снимаю выпуски, как с тобой, и, соответственно, свой клинический опыт. Ибо, как бы, никто не будет использовать официально для набора мышечной массы стероиды, да, потому что именно в этой концепции. И вот именно в этой концепции люди, которые сидят на, соответственно, гормональной заместительной терапии, более, там, пяти месяцев, да, мы говорим о том, что для профилактики, соответственно, всех вот этих вот объемов изменения яичек и так далее, нам уже необходимо использовать гонадотропные гормоны. Вот. Когда человек сидит 3-4 месяца, вот, то у него не так выражено, соответственно, у нас получается воздействие на, ну, подавление, там, функции яичек, функции гипофиза. Она есть, но она обратима в этот момент. С другой стороны, у нас есть абсолютно неисследованные риски, потому что гипофиз, он очень чувствительный, у каждого человека это своя история, и у нас есть риски, то, что мы будем угнетать гипофиз очень сильно, часто вот этими всплесками гонадотропными, вот, и, соответственно, если посмотреть даже ту же инструкцию, при частом употреблении гонадотропина побочка какая-то. Министерство здравоохранения Российской Федерации инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата гонадотропин хорионический. У мужчин возможно развитие гинекомастии. Атрофия семенных канальцев. Вследствие торможения продукции фолликулостимулирующего гормона ФСГ в результате стимуляции продукции андрогенов и эстрогенов. Уменьшение количества сперматозоидов в эякуляте при злоупотреблении препаратом. Длительное применение препарата может привести к усилению побочных эффектов. И в нашем случае лучше выйти на ПКТ, на курс гонадотропина, его использовать, либо уже при длительном применении использовать. То есть, не так часто. Если более точно, соответственно, мы можем в теории замерять объем яичка и по объему яичка уже ориентироваться, нужен нам гонадотропин или нет. Но опять же, еще одним из признаков, что у нас соответственно... Я понял, что когда будут как орехи фундук, то надо применять. Ну, не совсем. Есть, соответственно, специальный... Сейчас появится, думаю, картинка. Есть специальный аппарат, такие как бусы, соответственно. Вот. Вы можете просто его приобрести на озоне на каком-нибудь. Орхид, экстрометр, по-моему, он называется. Вот. Вы можете его приобрести и, опять же, ориентируясь на, соответственно, они разного цвета. Вот. И использовать. Но в среднем, получается, если курс длится... Ну, давай, вот у нас сколько сейчас длится курс? Уже три месяца. Три месяца. Вот если курс у нас затянется более там четырех, пяти, ну, мы как-то можем, вот самое раннее, когда мы можем говорить о гонадотропии. Понятно. Когда он длится не так долго, ну, тут дело в чем. Чем чаще мы будем использовать гонадотропию, если даже в гонадотропию идти к астаренту, чем чаще мы используем это вещество. Человек, с одной стороны, получает некую стимуляцию. Он начинает, обычный пациент, начинает чаще использовать, действительно, лучше на гонадотропии вроде все идет, как бы вот эта психологическая стимуляция. И дело в том, что эта история становится многократной. Это становится, как бы, для пациента системным препаратом. И в какой-то момент, когда мы говорим о том, что это настоящее ПКТ, не МОЗ, человек видит, что у него ЛГ больше двух не отрастает. С одной стороны, дорогие друзья, там ЛГФСГ, там 2-3, это вроде бы и немало, ну, там, минимум какой-то. Но с другой стороны, хотелось бы больше. А человек просто потолок, все. А 2-3 и соупальмет на курсе, они-то какую функцию выполняют? Дигидротестерон, снижение дигидротестерона. Просто снижение дигидротестерона. К ЛГФСГ это никакого же отношения? Нет, мы здесь работаем с предстательной железой, соответственно, ведем профилактику, это очень важно, чтобы, потому что второй этап это повышение ПСА будет, и здесь, как бы, для нас это очень плохо. Предстательный антиген, если повышается, там, риски, вплоть до онкологии, поэтому этого не хотелось. Очень, очень емкий ответ я получил, за что вам большое спасибо. Спасибо, спасибо. Ну что же, дорогие друзья, такой вот короткий выпуск о гонадотропине, соответственно, я продолжаю вас празднить тем, что я бурселин, сниму выпуск про бурселин с исследованиями, но... Мне уже самому интересно, когда я получу эту информацию, когда мы перейдем в бурселин. Я думаю, что это еще и зависит от вашей активности, вы можете еще активнее, соответственно, писать комментарии, я точно по-любому сниму, наконец-таки, этот злосчастный выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами Евгений. Спасибо. 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 Спасибо.